Будущее самбо, как вида спорта, обсуждали в Чебоксарах. Столица республики приняла участников масштабного форума Дни самбо в Привозском федеральном округе. В его рамках прошли круглые столы и семинары. Деловая часть завершилась торжественной церемонией. Поздравить спортсменов в Чувашию приехали заместитель секретаря Совета безопасности и президент Всероссийской Федерации самбо. Подробности в следующем материале. Им покорился пьедестал. Прошлый год для Чувашской школы самбо выдался довольно результативным. Спортсмены не раз возвращались домой с престижными наградами. В копилке Александра Федорова теперь есть и бронзовая медаль чемпионата страны. Уже на протяжении 11 лет я стабильно тренируюсь, занимаюсь и показываю результаты. От сильного пола не отстают и девушки. Вера Латкова занимается самбо с юных лет. В прошлом году ей удалось завоевать золотую медаль на первенстве мира. Каждую победу признается спортсменка, посвящает маме. Когда я выхожу на камеру, я думаю не о деньгах, я думаю о борьбе, о результате. А после того, как выиграю, покажу свой результат, дают мне приз денежный, и я этот приз отдаю маме. На чемпионов равняются юниоры. За последние годы в спортивных секциях увеличилось количество учеников. По этому показателю отмечают гости форума. Регион занимает лидирующее место. Здесь мы видим развитие, здесь мы видим потенциал, и здесь мы хотим собрать, и собрали весь федеральный округ, приложки, для того, чтобы обменяться опытом. А где хорошая базовая площадка? Конечно, здесь. Сейчас надо ставить на задачу не шансы иметь, а, наверное, теперь иметь ежегодно члена сборной России в нашей команде. Вот эти возможности у вас все есть. За большой вклад в развитие самбо главе республики вручили благодарность. Власти региона намерены планомерно развивать этот вид спорта. В школах Чувашии продолжат открываться специализированные классы, где учеников будут обучать самообороне без оружия. Я сегодня хочу вывести слово благодарности родителям, которые на самом деле создают для этого благоприятную следу. Когда ребенок хочет, конечно, надо по-вечки. На форуме обсудили и реализацию другого проекта. В Министерстве образования страны предлагают обучать самбо и студентов-фузов. Гости уверены, что в этом виде спорта появится немало новых чемпионов. Дмитрий Ковалев, Мальвина Петрова и Олег Якимов. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова